Всем привет, друзья! Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что то, о чем я вам сейчас расскажу, просто кардинально изменит ваше сознание, именно ваше сознание. Я поделюсь с вами принципом, который навсегда изменит вашу жизнь. Этот принцип изменил жизни тысячам людей. Вы больше никогда, никогда не будете сдаваться и добьетесь успеха. Смотрите, да, бывает людям не хватает мотивации, вот не хватает мотивации, когда ты идешь к успеху, у тебя нету результатов, да, люди разочаровываются, люди сдаются, нету там энергии. Смотрите, если вы осознаете этот принцип, вам не нужна будет никакая мотивация, вам не нужна будет энергия, вам это все нахрен не будет нужно. Если у вас будет этот принцип в голове, вы будете идти до конца и по-любому добьетесь успеха. Смотрите, я недавно опубликовал видео о суперсиле, о силе вселенной и вот мне написал подписчик. Тарас, я какое-то время искренне верил в законы притяжения и материальность мыслей, при этом активно работал и действовал. В моем случае глобальных чудес не случилось и вера угасла. Ребята, я через это все прошел, вам нужно пройти этот период. Как пройти этот период? Да, можно подпитывать себя мотивацией, но если у вас не будет вот этого вот осознания, даже мотивация вас, не знаю, не сможет вытянуть. Я объясню все на очень интересном примере, я еще так не объяснял, но вот именно благодаря такому объяснению, я думаю, вы точно все поймете. Вот как раз у меня лежало яблоко, я так на него посмотрел, смотрите, вот ваша жизнь, яблоко, это яблоко. Вы знаете все об этой жизни, вы знаете цвет этого яблока, вы знаете вкус этого яблока, вы все об этом знаете. Это ваша жизнь. И тут вы где-то слышите, возможно, в моих видео о каком-то супер яблоке, о каком-то супер пупер яблоке, когда ты будешь наслаждаться этим яблоком, ты будешь здоров, ты будешь богат, ты будешь счастлив. Вот есть какое-то супер яблоко. Да, и вот я вам говорю, верьте в это супер яблоко, и ваша жизнь кардинально изменится. Вы такие, блин, крутая идея, зачем мне вот это яблоко, если есть супер яблоко. Вот человек верит, 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 проходит год, два, да, нет никаких результатов, и он говорит, ну Тарас, это все полная фигня, это все не работает, вот эта вот сила мысли, это все полная чушь, да. И перестает в это верить, ну и, понятное дело, возвращается вот к этому яблоку, да, он продолжает жить вот этой жизнью. Теперь я всегда людям объясняю, какой смысл сдаваться, какой смысл переставать верить, это же просто бессмысленно, это глупо. Ты всегда можешь вернуться к этому яблоку, всегда. Ты знаешь вкус, цвет этого яблока, да, какой смысл мне переставать верить. Я могу в любой момент пойти работать на дядю, я могу в любой момент арендовать там какую-то ужасную себе квартиру, жить на съемной квартире, я могу питаться самыми дешевыми продуктами. Я имею доступ к этому яблоку, я знаю, какое это яблоко, понимаете, я знаю о нем все. Какой смысл мне сдаваться, лучше-то не станет, я вернусь вот сюда, я вернусь к этому яблоку. Смотрите, вы должны осознать следующее, доступ к этому яблоку у вас есть всегда, поэтому я буду визуализировать, мечтать, верить, я буду продолжать идти вперед, имея при этом доступ к этому яблоку. Я всегда могу сюда вернуться, какой смысл мне сдаваться, какой мне смысл разочаровываться. Нет в этом смысла, потому что, ну, я всегда могу сюда вернуться, я всегда могу вернуться к этой жизни. Я не знаю, какая там жизнь, я знаю, какая вот здесь жизнь, и поэтому я буду идти до конца, до тех пор, пока не поверю, до тех пор, пока это не будет работать. Потому что, ну, сюда я в любой момент вернусь, я в любой момент вернусь к этой жизни, в любой момент. Я могу в любой момент устроиться на обычную работу, работать там за копейки, в любой момент. поэтому у вас есть два варианта иметь доступ к этому яблоку и верить супер яблоко и второй вариант иметь доступ к этому яблоку и не верить супер яблоко теперь просто подумайте да какую ошибку вы допускаете конечно же первый вариант лучше потому что доступ к обычному яблоку у вас есть всегда. Поэтому нет смысла сдаваться. Поэтому нет смысла прекращать верить. Верьте до тех пор, пока это не сработает. А это по-любому сработает. Потому что если вы будете верить до тех пор, пока это не сработает, рано или поздно это сработает. Железный закон. Я через это прошел. Да, не получалось. Да, не было там мотивации. Ты идешь, идешь, ничего не получается. Ты это попробовал. Это попробовал. Это попробовал. Ну и что? Но я еще буду пробовать 5, 10, 100, я буду пробовать пока я не достигну своей мечты. Или же у меня есть вариант вернуться к этому яблоку, все, забить на все, пойти на работу. Но я всегда могу пойти на работу, всегда могу, поэтому я буду топить, 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 пока не добьюсь. Вот и все. Вы можете продолжать ходить на работу, но при этом верить в супер яблоко. Вы можете продолжать есть вот это яблоко, но не отказываться от жизни мечты. Не отказываться ни в коем случае. Ходите на работу, но каждый день уделяйте время мечте. Каждый день стремитесь к супер яблоку. При этом, да, вот у вас есть это яблоко. Какой смысл просто ставить крест на своих желаниях, на мечтах, да? Поставить крест и просто довольствоваться вот одним этим яблоком, о котором вы все знаете. Это просто бессмысленно. Я когда вот это осознал, да, я это осознал, когда услышал такую фразу. Если я сдамся, лучше не станет. Я навсегда эту фразу запомнил, она просто взорвала мой мозг. Когда я это осознал, у меня больше никогда не возникало мысли, да, чтобы сдаться. Когда я начал делиться этим принципом с людьми, с подписчиками, да. Когда я общался с людьми, которые вот тоже говорили все, а ну его нахрен, я сдаюсь и говорю, вот смотри. Есть смысл сдаваться или нет? Он такой, да, реально, я буду топить. И эти все люди, все люди, которым я этот принцип рассказал, все люди добились успеха. Эти ребята смотрели меня с нуля, и вот когда я с ними встречаюсь на семинарах, Тарас, я тебя смотрел, спасибо тебе, вот смотри, каких результатов я добился. Вот у меня своя компания, вот смотри, какие у меня там часы. И еще раз, все люди добились успеха, которые вот осознали этот принцип, которые смотрели меня, видели мой путь. Люди мне даже говорили, блин, мы же видели твой путь. Если у тебя получилось, ты дошел, почему я должен сдаваться, почему я должен не дойти? Почему я должен вот возвращаться к этому яблоку и довольствоваться только этим яблоком? Подумайте еще раз, ребята, это бессмысленно, сдаваться бессмысленно. Не верить в силу мыслей, в силу вселенной бессмысленно, потому что это работает. Это работает. Я это делаю до тех пор, пока это не сработало. Я не пробовал, я попробовал, не получилось, я попробовал, не получилось. Что это за чушь? Ты должен этим жить, ты должен это делать до тех пор, пока не получится. Ну ты же ничего не теряешь, ну ты ничего не теряешь. Еще раз, я буду вот так вот объяснять все подробно, к этому яблоку ты всегда вернешься, поэтому нет смысла, нет смысла это бросать, ты всегда вернешься сюда, поэтому вот все это сработает, если ты будешь этим жить, если ты будешь этим жить, это по-любому сработает. Смотрите, ребята, я планирую в закрытом канале, не знаю, когда это будет, выпустить урок о том, как пользоваться этой суперсилой, как исполнить любое желание, там есть нюансы, как это все делать осознанно, я допустил кучу ошибок, теперь я понимаю, почему тогда у меня ничего не работало, теперь я это все прекрасно понимаю, я об этом вам расскажу, но опять же, вам через это нужно пройти, вот видите, сколько я этому уделил времени, да, ну я этим живу. И понятное дело, у меня рано или поздно это бы получилось, да, вот. У вас тоже это займет не один день, не один год, об этих секретах, блин, нигде не говорится, ни в одном фильме, ни в фильме секрет, ни в одной книге, об этом говорится, но неправильно вообще об этом говорится, неправильно, об этом говорится как-то между строк, об этом нужно говорить прямо, почему это желание не осуществится у тебя никогда, почему, а я знаю, почему это желание никогда не осуществится. Но самое главное в этом всем деле это вера. Если у вас нет веры, это никогда не будет работать. Вот если у вас прям сильнейшая вера, это всегда сработает. Это всегда сработает. Но вот как добиться вот этой вот сильнейшей веры? Есть куча нюансов, которые влияют на нашу веру, и мы перестаем в это верить. Вот самое главное здесь вера. И я вот нашел вот алгоритм, да, как сделать так, чтобы вера была максимальной. Когда вера максимальная, у тебя все получается. Вот так это работает. Смотрите, сейчас мне, конечно же, проще. Я могу исполнить практически любое желание. Ну, в пределах, понятное дело, своей веры, да. Нет билетов на поезд, это вообще не проблема. Загадал, попросил, у меня есть билет. Все выкуплено, все раскуплено, это вообще не проблема. Нужны деньги, попросил у вселенной 20 тысяч долларов, пришли деньги. Попросил 6 тысяч долларов, упали мне на Binance через 2 дня 6 тысяч долларов. Ни за что просто так. Я потом уже доспрашиваю у менеджеров, за что мне прислали вот эти 6 тысяч долларов. Вот так сейчас у меня все это работает, да. С годами я, конечно же, буду эту веру усиливать, да. То есть, например, я хочу, чтобы завтра у меня был миллион долларов. Это, конечно же, не сработает. Не сработает, потому что, ну, я не поверю, что завтра мне придет откуда-то миллион. Если бы была такая сильная вера, он бы пришел. Но сейчас не об этом. К чему я вообще вел? Раньше, когда у меня ничего не получалось, да, когда вот, ну, я не верил, да, потому что, ну, нет результатов. Нет результатов, как ты будешь верить? Мотивируешься, да, но ты не веришь. Тогда мне помог вот этот принцип. Этот принцип меня просто вытаскивал. Если ты сдашься, лучше не станет. Продолжай, продолжай верить. Вот этот принцип вытащил меня. Нет сил, нет мотивации, ничего не получается. Этот принцип у тебя в башке, и он тебя вытаскивает. В общем, ребята, на этом прощаюсь. Огромное вам спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите в комментариях, какие желания у вас сбывались. И, кстати, анализируйте, какое желание сбылось, какое нет. Анализируйте, почему вот то желание сбылось. И вот когда вы посмотрите, выпишите все желания, которые у вас сбылись, и потом проанализируйте, почему эти желания сбылись, вы увидите вот эти компоненты, которые нужны для того, чтобы желание сбылось. Вы сами эти компоненты можете найти. В общем, да сбудутся все ваши мечты, всех обнимаю, целую. И помните два важнейших принципа, которые кардинально изменили мою жизнь. Если ты сдашься, лучше не станет. Первый принцип. И второй принцип, если ты в игре, проиграть невозможно. Вы играете в игру под названием «Путь к мечте». Вот если вы в этой игре, проиграть невозможно. Если вы сдадитесь, выйдете из игры, вот тогда вы проиграете. Пока вы играете, проиграть невозможно. Просто осознайте это. Какая в этом сила? Пока ты играешь, ты не можешь проиграть. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok